Самый старый из сохранившихся фотопортретов в мире датируется 1840 годом. Принадлежит он американской девушке по имени Дороти, а сделал этот снимок ее брат Джон Уильям Грейпер. С того времени такие изображения приобрели большую популярность, несмотря на долгую по времени выдержку. Но эта проблема была решена, как только появились первые пленочные фотоаппараты. И сегодня трудно найти фотографа, который не попробовал бы свои силы в этом жанре. А некоторые даже достигают таких высот, что поднимают искусство портретной съемки на новый уровень. Человека можно снимать, так сказать, одного и того же, бесконечное число роста. И количество эмоций, которые на его лице бывают, это тоже уйма. Валерий Дмитриевич Коренчук — заслуженный деятель культуры Казахстана. Более тысячи его работ получили награды на различных выставках и конкурсах. В 2018 году самая авторитетная в мире Международная федерация фотографического искусства вручила ему платиновый экселленс. И на сегодняшний день Валерий Дмитриевич — единственный на постсоветском пространстве обладатель этой премии. Сам он еще в юности увлекся фотографией. Причем настолько сильно, что, получив образование инженера в Ленинградском кораблестроительном институте, некоторое время проработал на Алматинском заводе имени Кирова. И однажды попал в знаменитый в те годы фотоклуб «Мидео», где ему посчастливилось познакомиться с Виталием Федоровичем Бельковым, который стал для парня настоящим сенсеем. И с тех пор фотография стала делом всей его жизни. По крайней мере, 50 человек, Виталий Федорович, почти за ручку вывел на международную арену, фотоарену. Вот так и меня в 1969 году, он тоже Валерий, вот такие-то фотографии напечатайте, я со своей коллекции отправлю. Ну вот первая коллекция в Югославию пошла, и сразу же диплом еще. О, это как стимулирует. Ну, с тех пор вот это все, видите, продолжается. Фотоклуб «Мидео» славился во всем Советском Союзе и за его пределами. Силами этой организации проведено много разных мероприятий на территории нашей республики. К примеру, в далеком 1967 году столица Казахской ССР встречала участников всесоюзной выставки фотографий, а в 1972-м уже первой международной биеннале. Удивительно, но несмотря на железный занавес, Виталий Бельков умудрялся в те годы отправлять работы казахстанских фотографов на различные выставки за рубеж, где они получали престижные награды. Продолжаем делать эти выставки. В прошлом году у нас очередная диаграмма была. Уже было 6000 фотографий на нее прислано из 47 стран. На первой диаграмме международной у нас только было 37 человек французов. Растем. Мы в 2000-м году начали проводить недели фотоискусства Алматы. Но в 2000-м году мы начали еще ежегодную выставку «Золотой объектив». За последнее время товарищи, которые начинали с «Золотого объектива», «Золотого объектива», ну, у них это стартовая площадочка для международных выставок. Здесь они получали дипломы, а некоторые, Богданов, Капелеович, Власюк, они уже «Золотишком» разжились на международных выставках. Илья Капелеович – победитель многочисленных фестивалей фотоискусства. Долгое время он занимался музыкой и даже играл в группе, а потом решил, что фотография – это музыка в картинках, и вплотную занялся только этим. Сегодня его называют одним из лучших портретистов. Каждый человек – это отдельный мир. И когда я провожу фотосессии, то есть каждый раз я знакомлюсь и пытаюсь через свое видение передать этот мир зрителям. Это во-первых. Во-вторых, невероятное удовольствие состоит в том, что не только зритель получает некую эмоцию, когда он изучает этот портрет или сталкивается с ним, но меняется и сам человек, который является героем этого портрета. Образование фотографа Илья получил в престижном университете Нью-Йорка. После продолжил обучение в Москве. Нашей съемочной группе удалось побывать в его домашней студии и понаблюдать за тем, как рождается очередной шедевр. И это будет суперэмоциональный кадр при супермягких эмоциях. Ида, ты выпрямись, пожалуйста. Смотри, вот тоже у нас самое главное – это здесь линии. Капельку-капельку поворачивай вот в ту сторону носик. Вот, да-да-да. И голову чуть-чуть вот так. Вот, ага, все, стоп. Вот чуть-чуть там угол, конечно, ушел, но это не страшно. Мы его можем подправить. Фортепианная лесенка у нас получается. Работы Ильи Капельовича – настоящие произведения искусства. Неслучайно в 2018 году на конкурсе «Золотой объектив Алматы» он занял первое место в номинации «Женский портрет». В 2019-м получил золотую медаль от одной из крупнейших в мире некоммерческих организаций «Photographic Society of America». Через год Американское фотографическое общество удостоило его почетной ленты. А в 2021 году Илья заработал почетную ленту уже от Международной Федерации фотографического искусства. К своей профессии он подходит серьезно. Каждый сюжет продумывает заранее до мелочей, потому что останавливать мгновение и делать его прекрасным – это талант плюс постоянная тщательная работа. То есть каждый человек, который приходит, появляется некое видение, появляются, может быть, какие-то сюжеты, которые для него могут быть нехарактерны, с которыми он никогда не сталкивался. Некоторые, но их очень мало, говорят, да вы что, как же так, как я буду с такими черными глазами или зачем мне плакать. Но когда они видят себя в результате этой сессии, конечно же, они испытывают новые для себя ощущения, они понимают, что это они, и они бывают и такими. Никого третьего здесь нет, никаких компьютерных программ и прочее. Причем фотограф или фотохудожник – это все-таки, скорее всего, человек не тот, который замораживает момент и передает его массой. Скорее всего, фотограф показывает свои чувства. Главная цель портрета – запечатлеть характер, настроение и внутренний мир человека. Обычно смысловым центром становится лицо, хотя это могут быть и другие части тела. Человек, как главный и единственный объект в кадре, должен занимать полностью все внимание зрителя. Что касается антуража, конечно, бесспорно, если мне необходимо подчеркнуть какие-то, может быть, навыки ли человека, либо что-то там ситуационное, мы их тоже используем бесспорно, да. Но, конечно же, и сложнее, но и интереснее снимать, как говорится, на голом фоне для того, чтобы на максимально передний план все-таки выдвинуть эмоции и чувства человека и в итоге показать его как личность. По мнению многих фотографов, во время портретных съемок чаще всего возникают проблемы из-за скромности и зажатости моделей. Каждому мастеру приходится как-то с этим справляться, хотя некоторые профессионалы, наоборот, научились извлекать из этого выгоду для себя. Смотрю, как иногда коллеги смотрят и говорят, и повернись сюда, и повернись сюда. И человек замирает, глаза замирают, мимика замирает или еще что-то. Или появляется натянутость. Я иногда пользуюсь этим же моментом, потому что ловлю, когда у человека еще в перерывах, когда ему командует или еще что-нибудь, появляется что-то живое. И в этот же момент я его фотографирую. И потом результаты разные получаются. Вот портрет Бибигуль Тульгеновой. Это 1969 год, 7 мая. Это как раз вдова Жарара Филиппа приезжала сюда. И вот Бибигуль Тульгенова тоже пришла к студентам. Господи, вот сколько фотографий Бибигуль я не видел. Снимали самые известные мэтры нашей фотожурналистики. Но более светящихся глаз я не видел. По мнению Валерия Коренчука, картинка получается лучше тогда, когда человек не подозревает о том, что его фотографируют. Поэтому он предпочитает репортажный вид съемки. А вот Илье Капелеовичу больше по душе постановочная фотография. И что интересно, в работах обоих титулованных фотографов люди узнают себя заново. И самая главная награда, которую я до сегодняшнего дня продолжаю получать, это фраза, причем она одинаковая. Вы знаете, я заново полюбила себя. Это очень важно. Именно в этот момент ты понимаешь, для чего ты занимаешься искусством, в частности фотографией. Для чего ты что-то делаешь, чему-то учишься, кому-то это показываешь. В первую очередь для того, что ты помогаешь человеку немножко стать лучше. Несмотря на развитие научно-технического прогресса, до сих пор многие люди предпочитают собирать семейные альбомы. И это действительно замечательная традиция. Ведь так приятно листать страницы и увидеть вновь маленьким своего уже взрослого ребенка. Или вспомнить, как ты сам выглядел 20 лет назад. Алмазик, смотришь все время на нас, чтобы тебя видно было. Азиза, где глазки твои? Вот она, мамина. Асель Тулигенова давно снискала славу душевного фотографа. Хотя в юности рассчитывала заниматься совсем другой деятельностью. Ее конек – семейные фотосъемки, которые всегда пользовались и продолжают пользоваться популярностью. Я практикующая журналист, очень долго была. Потом был декрет, недолгий. И вот, наверное, во время декрета врожденная любовь к общению, коммуникациям с людьми совместилась с желанием творить и быть не только свидетелем, но и причиной приятных эмоций людей. Когда люди смотрят на красивую картинку, и у них появляется искреннее желание соответствовать этой картинке, они понимают, что они действительно очень многое имеют в жизни. Ведь очень часто мы не ценим, и в суете дней кажется, что, ой, ну что такое там семья и дети, ну подумаешь. А когда мамы рассматривают на фотографиях своих милых малышей, своих красивых мужей, своих замечательных добрых родителей, то приходит какое-то осознание ценности того, что им дано в жизни. Героинями фотографий Осель нередко становятся женщины в положении. Беременность – сложный аппарат. И, конечно, дамам хочется запечатлеть момент ожидания чуда. Но зачастую стремительно изменяющийся облик будущей мамы мешает ей почувствовать себя прекрасной и заставляет стесняться. Я снимаю не макияж, не красивое платье и даже не силуэт. Я снимаю состояние, состояние, когда женщина из просто физического тела превращается в огромную вселенную. Рождается новый человек, и это на самом деле это состояние, это энергия, которую я стараюсь запечатлеть. Наверное, в этом мой секрет. Беременная женщина на самом деле – это эталон женственности, это эталон того, как женщина достойна быть признанной в своей естественности. И разве может быть что-то прекраснее, чем то, что створит с нами природа? Не зря говорят, что красота в глазах смотрящего. Именно в этом секрет всех успешных фотографов. Вот и после съемок у Асель женщины начинают по-другому относиться к себе и к своим близким. Фотограф показывает будущим мамам, какими женственными и прекрасными становятся они в этот непростой для них период жизни. Я очень часто сталкиваюсь с этим убеждением. Я не фотогеничная, я не красивая, я не совершенная, я не до. Красивая картинка всегда начинается с принятия себя. Но это принятие тоже должен кто-то спровоцировать в человеке. Нужно красиво подать. У каждого человека есть какой-то свой удачный ракурс. У каждого человека есть свои сильные стороны, которые можно отразить именно в процессе фотосъемки. Но еще, конечно, самое главное – это контакты доверия с фотографом, с человеком, который раскрывает тебя. Эта готовность увидеть себя немножко с другой стороны – это тоже очень важно. Согласитесь, с появлением социальных сетей люди стали чаще фотографироваться. А если учитывать, что наши фото выставлены на всеобщее обозрение, хочется выглядеть на картинке настолько хорошо, насколько это возможно. И для того, чтобы добиться наилучшего результата, мы учимся позировать, ищем свои лучшие ракурсы и постигаем премудрости фотошопа. Ну а чтобы подготовить для соцсетей самый что ни на есть красивый контент, все более популярными и модными становятся регулярные фотосессии у профессиональных фотографов. «Холыбайся». «Действительно, правильно стоит, на самом деле сейчас. Вот здесь хорошо. Так, теперь смотри. Мы сейчас с тобой будем снимать чуть крупнее. Ты сядешь за этот, а я переделаю чуть-чуть цвет». Евгения Балагута – в прошлом бухгалтер. В один прекрасный день она привела дочь на фотосессию и просто влюбилась в профессию фотографа. После ей пришлось оставить привычную работу, купить фотоаппарат, пройти специальное обучение и начать трудиться. Она фотографировала бесплатно целый год всех желающих, а по истечении этого срока основала собственную студию. «Я взяла для себя лайфстайл, но постановочный. То есть я создаю максимально комфортную для человека обстановку и снимаю его там. Ну, снимаю, естественно, в студии, снимаю просто постановочные портреты. Это могут быть и два человека, и три, и семья, сколько угодно. Все остальные направления на данный момент я отсекла. Я не снимаю ни свадьбы, ни репортажи, ни детские съемки. Очень-очень редко». Секрет популярности Евгении – это любовь. Она действительно любит своих героев и уверяет, что ей повезло. Все они необыкновенно красивы. Во время съемок при помощи игры «Света и тени» Евгения умело скрывает недостатки и подчеркивает достоинства моделей. «Есть небольшие такие секретики, приемы, когда мы…» Не буду говорить про женщин принципиально, но если мужчина хочет убрать пивной животик, мы его ставим чуть-чуть ближе к камере, потому что камера не понимает, где к ней ближе, где к ней дальше. То, что к ней ближе, то и больше. «Мы плечи опускаем к камере чуть ниже, остальную часть чуть-чуть дальше, это кажется меньше, это кажется больше. То же самое может быть у женщины. Мы ставим в тень то, что не хотим увидеть, мы выделяем светом то, что хотим увидеть. Но в целом я за то, что не скрывать недостатки, а показать достоинства». Профессиональная камера, разные объективы, штативы, осветительное оборудование, фотобумага и многое другое стоят недешево. Дорого обходится и учеба. Однако есть одно «но». Можно получить профильное образование, обзавестись дорогостоящим оборудованием и не стать востребованным фотографом. Почему? Профессионалы уверяют. Все вышеперечисленное, конечно, не помешает. Но главное в этом деле – любить свою работу и думать, куда ты направляешь камеру и что у тебя в кадре. А при наличии таланта и чутья можно сделать шедевр, пользуясь обычным смартфоном. Мне кажется, миллионов пять месяц фотограф запросто может делать. Допустим, те же деньги ты какие-то можешь вытаскивать со стоковых фотографий. Ты можешь делать коммерческие съемки, ты можешь снимать рекламу. Реклама уже очень дорого стоит, это уже очень большие бюджеты. Частные съемки, они, может быть, подешевле, они где-то в размере от 100 до 500 тысяч. Но опять-таки, четыре съемки в месяц и, пожалуйста, два миллиона точно у тебя будет. Меньше двух миллионов фотографы топовые в Казахстане, думаю, не зарабатывают. Коммерческие съемки бесспорно приносят неплохой доход. Но в этом случае фотограф сильно зависит от пожеланий и потребностей клиента. А ведь хочется снимать для души, чтобы не потерять вдохновение и любовь к своему делу. Съемки для души даже самый профессиональный фотограф должен себе оставлять, ну, по моему мнению, должен хотя бы три съемки в месяц минимум. Это когда ты сам находишь модель, когда ты снимаешь то, что ты хочешь, с кем ты хочешь, как ты хочешь, не оглядываясь ни на кого. Автопортрет фотохудожницы Сидни Шерман – одна из самых дорогих фотографий в мире. Она была продана на аукционе почти за 4 миллиона долларов. Поэтому не вызывает сомнений, что фотопортреты, созданные талантливыми авторами, представляют ценность для искусства. И чтобы создать такой шедевр, необходимо, конечно, учитывать все – освещение, композицию, свет. Но самое главное – это вложить в свою работу душу. Ведь частичка художника остается в его работах навсегда. Субтитры подогнал «Симон»